Приветствую всех, кто сейчас с нами. Мы находимся в Украинском музыкальном драматическом театре, чтобы напомнить вам о том, что посещение театра крайне необходимо для формирования мировоззрения и культуры каждого человека. Украинский Декамерон – это спектакль о любви и смерти. Перед зрителями пёстрой вереницей проходят люди, грешные и безгрешные, ангелы и черти, смерть, холера, чума. Как известно, знаменитый Декамерон Покаччо, классика мировой литературы эпохи Возрождения, описывает события, произошедшие во время чумы, когда молодые люди, решив спрятаться от чумы, закрылись в доме и рассказывают друг другу всевозможные истории о любовных приключениях и так на протяжении 10 дней. Украинский Декамерон – это спектакль, не похожий на многие другие. Уникальное расположение зрителей на сцене создает иллюзию участия в постановке и взаимодействия с артистами. Пользуемся моментом, пока все побежали переодеваться в свой станический образ. Переоделся, я успел, я быстрее переоделся. И вот такие шикарные у вас штанишки из модной ткани. Ну, я даже, знаете, встану, так покажу. Это, это, у нас есть такой художник у Маненко. Бам-дам-дам-дам-дам. Вот, вы его знаете, Одесса его знает, очень такой продвинутый модельерчик. Вот, он сделал это из платков, и тут очень много вообще аутентичных вещей. Например, вот эта вот рубашечка на мне, это... Настоящая вышиванка. ...свесер Влад Троицкий привез в Западную Украину. Ей, господи, лет и памяти нет. Он играл по деревням. Он вообще очень любит, ну, а Влад Троицкий вообще отдельный очень человек. Он любит техничные вещи, да, и вот он их привез в Западную Украину и подарил просто театр. Если мы затронули Владислава Троицкого, вот мне интересно, работа с ним, как происходит. В такой непринужденной, интересной форме, там, в каком-то строгом режиме. И вообще, он для вас авторитетный режиссер? Ой, ну, я до встречи с ним знал, только слышал о театре ДАХ, которые у него есть в Киеве. Больше о нем, честно говоря, ничего не знал, а как бы мы узнаем о творческих людях, по их работам. Я, к сожалению, не видел, но так получилось. Но когда он приехал, это действительно очень странный человек, очень уникальный человек. Он уникальный даже тем, например, что он планирует репетицию. Говорит, ребята, сегодня работаем допоздна, вот до самого упора. И через полчаса он говорит, нет, все, я не могу, у меня замылился глаз, давайте все, репетиция окончена. Очень специфический человек. Ну, это, скажем, такие чисто производственные моменты. Что в плане оригинальности труда, который у нас состоялся в свое время, это, как бы назвать таким простым, очень понятным, внятным языком, человек погружал нас в каждую репетицию в атмосферу. То есть он придумывал некие обстоятельства и погружал нас, ну, как вариант. Мы приходили сюда в зал, он просил все световые службы подключить все световые приборы, погружался в зал в полную темноту, а у нас же здесь нет ни окон, ничего. Ну, и, говорит, давайте помолчим. А потом подходил кому-то на ушко, говорит, а запой тихонечкой песенкой. Начинала звучать тихонечкой песенкой. Говорит, кто подхватывает, кто не подхватывает, просто лежал, молчал. И вот осталась такая атмосфера. Говорит, стоп, все, начинаем работать. Вот таким вот образом Влад Троицкий у нас развлекал. Он действительно придумывал очень много вещей. Например, он говорит, мы же не можем быть знакомы со смертью, о чем говорится очень много в этом спектакле. Поэтому давайте мы хотя бы смоделируем эту ситуацию. Он вот таком, примерно приборами. Вот да, приблизительно, да. Ну, вот не прибор, да. Он раскладывал вот эти скамеечки, которые здесь находятся. Мы их раскладывали и играли в мертвых и оплакивающих мертвых. Ну, то есть мы реально пытались играть в игрушки, что вот этот человек умер, а мы как бы к этому как-то относимся. Но это очень много было таких странных вещей. Даже у нас присутствовал здесь на репетиция Олег Скрипка, его друг, который был, ну, не скромно о себе, но он был приятно удивлен нашим оригинальным вокалом, о том, что здесь используют такое горловое пение, которое не совсем свойственно, скажем, нашему региону Украины. Это больше западная Украина, это венгры, австрийцы. Ну, это как бы вот туда, где такие эпичные ребята спевают. Поэтому у нас безумно интересные были репетиции в плане, вот, скажем, интересные из-за того, что они не обычные. Мы так не репетируем никогда. У нас есть текст, у нас есть мизанцены, есть режиссер, который уже что-то придумал. А тут мы по ходу рождали все. Мне кажется, что «Украинский Декамерон» – это все-таки такой экспериментальный спектакль, очень обычного формата, очень интересный, и наверняка вы готовы еще к каким-то вот таким экспериментам. Ой, да у меня последние годы вообще театр только и называется экспериментальным, потому что, ну, как бы мы понимаем прекрасно, что наш век компьютерных технологий и очень быстрой коммуникации, мы даже живем как-то более динамично, чем это когда-то было, и театр, безусловно, развивается в этом же направлении. И, скажем, вот там Влад Троицкий, я могу к этому числу причислить таких людей, как, например, Дмитрий Богомазов, с которым мы поработали и что им Гекуба, и Дип, и Гамлет. Что им Гекуба, там, вот этот момент, когда девочка выходит в зал в этой маске, и тишина полная в зале, я думала, я язык проглочу, это так завораживает. Гениально. Да, мы называем эпизод из фильма «Звонок». Да, да, да. Да, ну, то есть это вот тот современный театр, тот европейский театр, который, не знаю, почему он называется европейский, ну, бог с ним, называется, называется. Тот современный театр, который предлагает новое восприятие абсолютно внятных и понятных ранее нам ситуаций. Например, тот же Гамлет Дмитрием Богомазовым был предложен немножечко по-другому, не в том традиционном классическом прочтении, как это привыкли мы. Если вы хотите узнать сюжет, приходите в библиотеку, берите книги, или там, скачайте в интернете, или пойдите в какой-то другой театр, где он играет, и играет его христианативно, там, от начала до конца, и посмотрите. Все-таки театр – это искусство, театр – это творчество, поэтому творчество – это творение. Творить – мы творим. Мы создаем и, начиная от слова, и, наверное, очень важный момент, даже вот, например, в спектакле «Украинский документ» – это атмосфера. Это вот зритель очень близко сидит как к артистам, мы не форсируемся, то есть мы не форсируем ни движения, ни голоса. Есть ощущение полного присутствия, такой 5D, 10D, не знаю, как, но, опять же, очень современный формат. И эта атмосфера, в которую попадает зритель, он становится соучастником, участником этого процесса, невольным, он со стороны, но он очень близко за счет этого, он рядом в этой истории. Евгений, спасибо вам огромное, заинтриговали, потому что раньше, когда я ходила на этот спектакль, мне была лично знакома, сейчас мне вдвойне интересно, что из этого получится. А, да, спасибо, что вы пришли. И вообще, ходите в театр. Мне кажется, что очень этого не хватает сейчас для людей. И в наторходе. У нас есть большой трабл с духовностью и с культурой. Не у нас, в смысле, в театре, а у нас в стране, у нас в мире. Поэтому давайте что-то делать, давайте как-то менять эту жизнь. Как минимум, как минимум к лучшему, к хорошему. Я как раз, когда шли репетиции, повредила ногу. Я месяц пролежала в гипсе. Говоришь, не веришь в эту чертовщину. Богдан, добрый вечер. Здравствуйте. У вас такая театральная красивая улыбка. Да, ну как, не, родился с такой. Это не специально, это родился, да. Было бы приятно, если бы вы нам так улыбались. Ну, хорошо. Мы сегодня говорим о уникальной, мне кажется, постановке «Украинский Декамерон» и такое нестандартного расположения зрителей на сцене. Мне интересно, вот какое ощущение и какая роль присутствия зрителей на сцене для артиста и для самих зрителей? Ну, расположение зрителей, это вот на сегодня, когда ставили, это еще было, конечно, очень необычно, что зритель, хотя был опыт у театра уже. У вас был опыт таких постановок? Вы участвовали в подобных? Ну, именно таких постановок как бы нет, но были случаи, когда мы ездили на выезда и непосредственно вот так со зрителем работали. То есть зритель был так близко, вот я помню, мы ездили в село Дубки, в интернат детский, показывали детскую сказку и декорацию поставили прямо на огороде, я почему понял, что это был огород, потому что еще такие вот как бы... Местные жители остались без урожая? Да нет, дети просто сидели вот так и как бы, конечно, есть свои сложности, это выездные, а это, как вам сказать, как таковой, собственно, сложности нет. Слышишь больше зрителя, то есть, если, допустим, в зале, когда зритель сидит на определенном посыле, то есть, чтобы зритель слышал там в самом конце зала, то есть громко, естественно, когда голос подается громко, там, на опоре, теряется некая органика. А когда зритель сидит здесь рядом, то вот и получается, вот мы как с вами разговариваем, то есть без каких-либо трудностей звуковых. Появляется много языковых красок, то есть голосовых, голосовых красок. Мне интересна реакция зрителей, которые находятся в двух метрах от вас, и зрителей, которые на обычном спектакле находятся в зале. Отличается реакция? Да, вы знаете, да, конечно, отличается, потому что в зале работаешь, сказал фразу, она ушла в зал, и потом оттуда она тебе возвращается реакцией. То есть это некий процесс, там проходит секунда времени, и там они смеются. А ты то услышал, и уже начинаешь говорить, они только начинают смеяться. То есть некая такая задержка происходит. А здесь непосредственно за счет того, что близко находимся, оно сразу посыл, ответ, посыл, ответ. Украинский Декамерон находится в постоянном репертуаре Украинского театра. Мне интересно, вот с такой частотой воспроизведения этого спектакля на сцене не приедается ощущение вашего персонажа? Нет, нет, нет. Персонаж – это как-то единица целостности. Если целостность не приедется, то и персонаж будет жить, пока не надоест спектакль. У нас был такой случай, мы играли Шельменко, Генщик, и во втором действии, в середине действия выключили свет. И тут начался, что не надоест спектакль полностью, у театра не было свет, то есть зритель не может из зала выйти, а актеры не могут выйти со сцены. И пока там принесли лампы, актеры выходили там, читали свои стихи, ну, и читали стихи, потом вынесли лампы, и мы при лампах начали доигрывать спектакль, и уже когда доиграли, включился свет. Ну, это был, конечно, шедевральный спектакль, это все было на эмоции, все было полностью внимания, то есть это был большой опыт, что ли, был. Ну, зритель очень был в восторге, такая неожиданная такая получилась. Настоящая театральная пауза. Выдержали ее, обошлось без жертв? Да. Нет, без жертв, конечно. Знаете, он ни друг друга не щипал, не кричал, там столько... Нет, нет, ну как бы. Хорошо, артисты не разбежали? Нет, а куда же бежишь, темно. В ощупь, вид, и хорошо зал знаете? Ну да, нет, там нам потом дали фонари такого ночного, ночного, да, дневного, дневного света, вот это мы с ним не ходили, подсвечивали себя со всех сторон, там партнера подсвечивали. Это же страшно так было. Ну как, забавно зато было. Страшно-то нет, забавно было. Богдан, ваш персонаж вас устраивает? Вполне. А у вас есть другой? Нет, ну я еще драматурга не дотяну, мне просто интересно, вот когда идет распределение ролей. То есть, наверное, в глубине души, может быть, актер претендует, ну или хотел бы сыграть какую-то другую роль. То есть вам комфортно в этой роли? Конечно, конечно. Для того и роль, и актеры для роли, и роль для актера, чтобы стать одним целым. Да, они поначалу, может быть, не нравятся, ты ее не понимаешь, но для этого есть процесс репетиции, где ты находишь себя в этой роли, свое, что можно положить на эту роль. И в конечном итоге ты раз, как костюм, шьют же, мерки замеряют, все, потом сшивают, раз, вот тут надо. Точно так же и роль. Раз, одел, тогда уже на процессе, как костюм, раз, одел, отыграл, раз, снял, потому что можно на слободку поехать играть. Добрый вечер. Добрый вечер. Впрочем, мы сейчас общаемся, у тебя роль чумы. Да. Кто бы мог подумать, скажи мне, вот когда роли выбирают, мы только сейчас с ребятами по этому поводу общались, вот ты своей ролью довольна? Я своей ролью довольна, но я не думала, что я буду играть чуму и не собиралась играть, в принципе, в этом спектакле. На чуму это было единственное распределение, потому что ребята сами себе выбирали плюс-минус, что хотят, а дальше уже режиссер смотрел, что они будут играть. И чума это единственное, что Влад предложил мне сыграть и однозначно назначил на чуму. Ты комфортно себя чувствуешь в этой роли? Роли чумы великолепны. Правда, были... Очень яркие персонажи. Были казусы. Когда после спектакля я вышла из своей машины покупать сигареты, а прошло уже какое-то время после спектакля. И у ларька у меня спрашивают, простите, пожалуйста, вы чума? Я говорю, простите, в каком смысле? Ну, мы только что за спектакля, так что были казусы чумой. Ты знакома с оригиналом Декамерона Бакачи? Да. Вот мне интересно, вот представь себе такую ситуацию, потому что украинский Декамерон такой, ну, необычный формат. Зрители сидят в трех метрах от артиста. Вот как тебе кажется, в те времена усади зрителей, современников Бакачи на сцену. Вот какая могла бы быть реакция? Зритель, скажи мне, во все времена одинаковый или он чем-то отличается? Отличается зритель, время, тенденции и все то, что мы же меняемся все. В те времена, когда играли как на катурных, ну, представляешь, у тебя на лбу два с половиной часа вот с такими вот жестами, с разрисованными лицами и играют. Поэтому тогда и макияж существовал, грим существовал очень яркий, костюмы помпезные, и зритель сидел далеко. Все игралось как бы на катурных, говоря, и так далее. А сейчас, если это играть, я думаю, что и зрителям неинтересно, и нам неинтересно. Это уже какая-то как пародия воспринимается. Мне кажется, что сейчас даже в принципе, я просто помню вот те старые традиции, вспоминай, когда не нравится постановка, что-то не так, и начинают забрасывать людей, людей, артистов, зрителей всякими продуктами. Вот эта традиция вот шла, канула в лету. Как тебе кажется, может быть, стоит ее возобновить, чтобы меньше было ненужных постановок, спектаклей, плохих артистов? У меня есть альтернативное предложение. Есть очень красивые корзинки, продаются. Вот туда это все можно складывать и просто... Вместо цветов! Презентовать! Понимаешь, зачем бросать? В ноги к артисту вместо цветов. А тут ничего дорого, зачем же ими разбрасываться? Красивенько так презентовать. Я могла отказаться, а Влада предупреждала, что если будет пошлость в этом спектакле, то я уйду вплоть до того, что накануне премьеры. Но Влад сдержал свое слово, пошлость ее нет и не пахнет нигде пошлостью. Текст на грани, ситуации все на грани. И очень легко скатиться где-то в какую-то привольность, вульгарность. Очень не хотелось этого. Влад сдержал. И мне очень нравится то, что он сам по себе очень светлый человек. И такой очень трогательный человек. И эта нотка есть в спектакле. Он очень много своего личного туда принес. И это хорошо, это работает на материал. Поэтому, ну здорово, я как раз, когда шли репетиции, повредила ногу. Я месяц пробежала в гипсе. Конечно, веришь в эту чертовщину. Вот. И Влад позвонил и сказал, ну то есть понятно, что рабочие-то моменты идут, и, наверное, надо кого-то назначать в плюс ко мне еще. И он мне позвонил и сказал, значит так, у меня чума будет на костылях, в инвалидной коляске. Как хочешь. Либо спектакля не будет, либо ты выходишь, я тебя жду. И что? И что вышло. И быстренько очень восстановилось. Он еще и благотворно так... Искусство благотворно влияет даже на переломанный сустав. Искусство влияет. Знаешь, как говорят, когда, допустим, до выхода на сцену, голова болит, где-то нехорошо себя кто-то чувствует, там желудок болит у кого-то, еще что-то. Только переступается грань, как рукой. Говорят же, сцена лечит. На постановку спектакля руководство театра, продолжая практику приглашения лидеров современной украинской режиссуры, пригласило Владислава Троицкого из столичного центра современного искусства ДАХ. Кстати, отметим, это первая постановка режиссера вне своего коллектива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как утверждал великий классик, весь мир театр, а люди в нем актеры. С вами проект Туса Досуг в деталях. До новых ролей!